Эх, господа, времени... Сколько времени, мне даже не видно. Час 30 ночи, это самое время, чтобы записать для вас какие-то свои мысли, может, о прошедшем дне. И вообще, событие произошло такое сегодня довольно интересное. Называется «За что боролся, на то и напоролся». То есть, вроде все тачки хлам, да, договорились, поняли, расшифровали. Все здорово, да, все всем понятно, все тачки-ведра, никаких ни у кого сомнений нет. Но я же тут не сплю ночами, все задумываюсь о том, что будет с Понторезкой, когда кончится проект. Ну, вообще, что будет дальше? Потому что проект толкают весь канал, и непонятно, нужна какая-то новая идея. И вот последней серии, ее еще как таковой нет. Я не знаю, что у нее будет. Она, наверное, будет серии через пять, может, через четыре. Но конкретно о чем ее снимать, я не знаю. Нужен какой-то хороший финал, какой-то выход из истории, или, может быть, продолжение в следующую историю. Там много размышлений на тему того, что ренч оставлять или продавать. Все-таки я решил, что надо его продавать, потому что, блин, он не едет. Потому что все с ним здорово, он не едет, и я его не тяну по деньгам. Потому что сейчас нужно делать коробку. Полный ремонт этой коробки. Автопрофи сказали, будут стоить там только по деталям 48 тысяч рублей. У меня их просто нет. У меня дома есть 10, и все. Поэтому сейчас будем придумывать, что, собственно, делать с коробкой. Потому что она пинается, и что-то с ней делать надо. Но позвоню ребятам, будем как-то разруливать. В общем, не тяну я эту тачку. И много бы я ей всего простил. И все было бы здорово. Но если бы она ехала хотя бы в 8, это было бы нормально. Но 10,5 и почти 11, это не тот результат, с которым я готов жить с такой машиной. Она выглядит на одни деньги, а едет совершенно на другие. На старте ощущения прикольные. В городе вроде... Ну, в целом позитив. Но, блин, не едет. Собака надо хоть чуть-чуть, чтобы она была сильнее. А в масштабах рейндж-ройвера это значит другой рейндж-ройвер. Потому что можно, конечно, я даже размышлял на тему, что сюда можно поставить от М-ки мотор. Потому что этот же у нас BMW-шный, М62-й. Можно поставить от М5, от 39-го кузова мотор. Коробку от него же, да. Потому что все дальше уже в раздатку уходит. В принципе, там что-то нужно будет делать с поддоном. Потому что здесь же передний мост идет прямо через двигатель. Но сквозь него нужно будет это понимать. Но, в любом случае, такие бабки, которых у меня нет. То есть это нужен какой-то или ультра-спонсор, который будет готов за серию платить там 300 тысяч рублей. Но это нам пока что не по силам и не по уровню, грубо говоря. Это уровень смотри, но не наш. Или нужен просто другой рейндж-ровер. То есть этот продавать нужен другой. И вот тут-то мы опять же возвращаемся к тому, за что боролся, на то и напоролся. Смотрел я сегодня другие рейндж-роверы. Рассматривал там, думал, может этого продать кредит добить. И, грубо говоря, рассчитывать на сумму, какому-то там, ну типа, лям-300, шутники вперед. Может, полтора. И за эти деньги уже купить какому-нибудь 2008-го года, 2010-го года суперчарч, 5-литровый на 510, по-моему, или 511 лошадиных сил. Он нам вообще подходит. Он и валит там 7 или 6 с чем-то там он валит. И, грубо говоря, М62, Б44 это самый неудачный мотор, который стоял на рейнджерах. Но есть исключение. Вот тот самый 5-литровый суперчарч на 500 сил. Он был такой же геморройный, как М62. То есть вообще все, что нам надо. И коробки под ним складываются. И в целом налог, космос. Вообще все, что надо. И едет при этом. И тачка посвежее. Ну, посмотрел объявы, даже съездил, прокатился. Ну, слушайте, машина стоит полтора миллиона, иногда даже два. И я пересаживаю с нее после своего рейнджа, который стоит на данный момент 600. И вообще никакой разницы. То есть ты понимаешь, что ты отдал полтора миллиона сверху вообще за то же самое. Да, там магнитола, да, там руль. Но это, грубо говоря, найди 10 отличий. Едет он по ощущениям, по комфорту, подвеске идентично. Все-таки рейндж-ровер за 600 тысяч дает вам реальное ощущение от машины за 6 миллионов. Пусть не по отделке, пусть не по современности и так далее. Но если вот вы закрываете глаза, и как эта колесница вас несет через жизнь, да, по дороге, это почти вышка. И сейчас пытаться забраться выше, по ощущениям, отдавая за это миллионы, которых нет, даже гипотетически. Это вообще сложно. И я реально с этого что-то приуныл. То есть нету счастья. Вот у тебя есть тачка, которая тебя чем-то не устраивает. А чтобы двинуться на такую маленькую ступенечку вверх, тебе нужно докинуть еще две ее цены. Которых у тебя ни при каком раскладе нет. Потому что кредит мне не дадут, спонсоров таких мне не найти. И трындец. А я же прекрасно это знал, что все тачки-то одинаковые, да? И, грубо говоря, меня не коробит каждый день после оранжа ездить на фронтере. Очень прикольная тачка меня, она дальше таращит. Ну, нужна какая-то идеология вот такого вот айстопера или шоу-кара. Вот как монторезка. Она едет, реально на нее люди голову сворачивают от этого выхлопа. Сейчас мы ее еще сделаем, у нее внешность будет хорошая. То есть эту тачку реально любят. Она притягивает и спонсоров, и просмотра, и аудиторию. Вообще вокруг нее канал крутится. Достойной замены ей за адекватные бабки мне пока не найти. Да, есть ряд проектов интересных, они будут. Но хочется вот такую тачку, которая бы вот была с тобой, да? И везде все были бы рады ее видеть. Чтобы с ней приглашали на выставки. И спрашивали, на чем ты приедешь. Спрашивали, покатаешь ли ты меня именно на ней. Чтобы вот эта тачка была центром притяжения всего внимания, любви, радости. Фронтера на нее не тянет. То есть, понимаете, я реально в этих мыслях настолько ворюсь, что я вот эту ночь сегодня я вообще не спал. Я, по-моему, лег спать в час. Я хотел лечь пораньше, чтобы утром раньше встать и поснимать. Но благо шел дождь, поснимать все равно нам не светило. Но я уснул где-то в шесть. Я четко помню, что в шесть я еще вставал, я еще не спал. У меня уже глаза красные были, потому что я лежал в потолок, таращился, думал над всем этим. То есть, в принципе, есть идея даже, если этот рейндж останется, что делать с ним дальше. То есть, Пантореска в любом случае, проект схлопывается. То есть, все, там больше нечего снимать, грубо говоря, мы все установили, нельзя, чтобы он надоедал. Есть под него идеи и дальше, но это очень дорого. Там конкретно 300 тысяч на серию. Это плохо тем, что мы отрываемся и от нашей целевой аудитории, потому что все-таки Пантореска это Краилова. Это не просто проект, как понтов. Вы понимаете, мы когда датчик положения руля, мы могли купить его новый за 11 тысяч рублей, но мы не могли этого сделать. Мы поехали на разборку, купили за 3 тысячи рублей, у которого другой ВИН-номер, и вставили в эту машину и перепрошили, только чтобы выкроить. И мы поэтому по ксиполам ремонтировали датчик сервотроника. Его тоже можно было купить новый, он 6 тысяч стоит, пожалуйста, а их везде навалом. В Питере на РНЖ деталей больше, чем на Жигули. Но мы должны были чинить это по ксиполам, потому что это идеология, нам нужно все самое дешевое. Поэтому и сейчас в следующей серии с коробкой мы будем кроить, мы будем проверять один интересный миф, но мы будем делать по самой дешманской схеме. Ярослав меня в автопрофе в сервисе уже по телефону материл, он просто с ума сходит. Он говорит, что этого делать нельзя, то, что мы будем делать, то, что это вообще бред, а нам нужно, потому что мы нищие, и у нас на заданный момент действительно нет денег. Они по факту кончились, и мы будем вот так вот выкраивать и смотреть, что было бы, если бы вы делали так же. Это проверка, но это, понимаете, это часть проекта, по-другому никак. А если мы будем делать проект, у которого каждая серия стоит 300 тысяч рублей, даже при условии, что мы нашли спонсоров, ну это какое-то мажорство просто. Это не совсем правильно. Хотя и очень для меня интересно. То есть, представляете, поставить в ренджа мотор от МК, соответственно, коробку от МК, мутить задний редуктор, потом, может быть, сделать рестайлинг. То есть, и привезти рендж, может быть, за 1600 рублей в него вложить, но по цене получить тачку миллиона за два, адекватную, которая едет. И по факту там диски и все прочее. Это будет все тот же самый, все та же самая понторезка. В принципе, это интересно, но, ну, блин, это такие бабки, их никто не отдаст. Это нужно быть Эриком Давидовичем, чтобы, может, из своего кармана их доставать. А у нас-то все-таки все по-честному, мы реально живем в коммуналке, у нас нет квартиры, но у нас есть рендж-ровер. А я вам сто раз говорил, что мы не актеры, мы не можем что-то сыграть в кадре, я не могу для вас там притвориться. И, в общем-то, часть и успех этого проекта в том, что это все правда, мы снимаем натурально все, что есть. Если у нас сейчас лопнет задний левый баллон, который там надорванный, то это капец. То я уже не делаю коробку, я дальше езжу с дергающейся коробкой, потому что я на эти деньги починил баллон. Все. В общем, ребят, нужен ваш совет конкретно, потому что я просто зашиваюсь. Что мне с ней делать? То есть продавать надо ее в любом случае, потому что, понимаете, ну, проще вместо него... У меня рендж-ровер головного мозга, точно, я куплю себе еще рендж-ровер. Эти деньги как бы из проекта вытаскивать особо нельзя, их нужно дальше вкладывать в другой проект. Просто, может быть, добить как-то и купить рендж-ровер посвежее, супер-чарчет, а его же можно опять же поднадуть. И там еще очень можно много чего делать, и, в принципе, не такими дорогими способами. И сделать так, чтобы он ехал хотя бы пять. И, естественно, при этом он порвет коробку. Я вас, он обязательно порвет коробку. Ренджовские коробки-то это сказочная тема. И там с ним тоже можно много чего делать, и причем не за такие большие бабки. Но это уже конкретно будет супер-тачка. И там будет прикол в том, что это тачка, которую, получается, я заработал на ютубе. Такая, типа, не сказать, что американская, но блогерская мечта. То есть, реально, человек на ютубе заработал рендж-ровер. Причем не такой... Понимаете, эту тачку все знают, что это старая корыта. Никто на нее не поведется. То есть, все сопереживают. Вы молодцы, на самом деле. Я удивляюсь вообще лояльности аудитории, которая на понтаре. Это просто бешеная какая-то. Вы красавчики. Я перед вами вообще в неоплатном долгу. Ну, вы все прекрасно понимаете, что это старая корыта. А, знаете, вступают некоторые амбиции. То есть, хочется, может быть, не старая корыта, а хорошую по характеристикам машину, но посвежее чуть-чуть. Отличу... Ой. Расскажу вам, в чем отличие от этой, если она будет посвежее. Во-первых, кузов получше, потому что у этой кузову осталось жить года 2-3 максимум. Потом начнутся проблемы. Или надо его пескоструить, еще конкретно вкладываться. Но эта тачка достойна для того, чтобы ее продать за какие-то разумные деньги, скажем, за 600 тысяч следующему парню. И он поездит на понтарецке. То есть, это история, которую я могу подарить какому-нибудь прикольному или подписчику. Ну, или, в принципе, парню. Это шанс. А если в нее сейчас вбить еще 600 тысяч, она будет просто слишком дорогой. Это уже машина превратится в какой-то хардкор. Нет, я, конечно, понимаю, что Range Rover... Знаете, у нас есть исходники понтарецкие, которые многие не выложены, потому что хронометраж не влезло и так далее. У меня есть исходник, на котором я говорю в какой-то части, по-моему, это чуть ли не третья часть была, в которой я еду и пишу четко, что, понимаете, нормальный человек Range Rover не купит. Другое дело, что тот человек, который покупает Range Rover, он не хочет быть нормальным. Эту машину покупают не для того, чтобы быть нормальным. Эту машину покупают для того, чтобы показать, что ты хочешь какие-то свои внутренние извращения, может быть, суперамбиции выпустить наружу. Ты хочешь показать людям, что ты немножко диковатый. И многие люди хотят быть этими диковатыми чуть-чуть, но не могут себе этого позволить. Не хватает денег, не хватает смелости, не хватает дуры, чтобы рискнуть и платить эти все налоги и этот расход. А этот человек, который покупает Range Rover, он понимает осознанно, что это расход 25, что это налоги 50+, что это ремонт 50+, минимум в полгода и так далее. Он этой машиной говорит вам, что он слегка ненормальный, ему это нравится. Вот логика этой машины, как и всех этих машин, типа там X5M, вообще М-ки все, как заряженные RS-ки Audi. Это по-любому неадекваты. И они этого не стесняются, не может спокойный нормальный человек купить такую машину. Это просто, это непрактично, это тупо, это слишком дорого. Она теряет в цене, у нее куча гемора и так далее. Вам, нормальному человеку, это не надо. Но мы же блогеры, мы уже точно конченые. Поэтому нам эта машина подходит идеально. Это да, для меня Range Rover. И пусть я внешне в нем не очень выгляжу, я хорошо выгляжу в спорте, который второго поколения. И он мне больше все нравится. Но спорт мне точно никто не даст. Поэтому наш вариант это сундук третьего поколения рестайл. Лучше второй рестайл. Даже третий, вернее, рестайл. Там же их было куча. Хотя нет, подождите. Это первый, второй рестайл 2005-го, потом 2008-го. Да, третий рестайл, 11-го года надо искать. За два мульта. Я понимаю, со стороны это выглядит просто бред. Да, вот типа я здесь переживаю из-за того, какой Range Rover мне брать. Но, во-первых, поверьте мне, не брать, потому что денег нет. И, во-вторых, я просто еще раз возвращаюсь к началу этого разговора, что мне досадно, что я напоролся на собственные грабли. Вам каждый день доказываю, что все это ведра. Все это не имеет никакого значения. И тут я понимаю, что реально это не имеет никакого значения. Человек, купивший Range Rover 2011 года, вот сундук в третьем рестайлинге, за 2,5 миллиона, но это и конченый абсолютно человек. Дружище, прости, но я могу об этом говорить спокойно. Если ты меня сейчас смотришь, если у тебя вдруг сундук в третьем рестайлинге, он едет, блин, на 100 тысяч лучше, чем мой Range Rover за 640 тысяч. 650, по-моему, сейчас меня обложит. Реально, он едет на сотку лучше, но не на 2 миллиона. Ты 2 миллиона просто выбросил в дно, они не нужны. Человек, который со стороны смотрит на эти две машины, для него абсолютно не имеет значения, какая из них стоит 2,5, а какая их 600. Это оба Range Rover, они оба любят голову. И все, получается типа тупик. В общем, я понял, что мне надо сейчас выспаться, еще раз все это осознать и конкретно думать, что будет дальше. Вернее, я и так каждый день об этом думаю, но она, видимо, еще получше подумает, ну потому что просто капсда. Все, поныл на камеру, ребят. Огромной вам всем удачи. Желаю, чтобы вы ездили только на тех машинах, которые вам нравятся. Не расстраивались по таким дурацким пустякам. И поверьте, машина за 3 миллиона, даже за 6 миллионов. Range Rover 2015 года это тоже днище, я вас уверяю. Но одно дело, когда ты рассматриваешь тачку другого человека и говоришь, она днище. А другое дело, когда ты понимаешь, что ты рассматриваешь потенциальную замену своей машины, тебе нужно на это найти 2 миллиона, и она тебя уже заранее не вставляет. Вот чтобы у вас такого никогда не было. Поэтому люди, которые ездят на Лачете, на Грантах и на прочем, знайте, у вас сейчас в жизни самое счастливое время. Потому что следующая ваша тачка будет гарантированно лучше, и вы будете получать от нее кайф. Со временем вы будете покупать уже такие машины, которые вас перестанут вставлять. И тогда, я убедительно прошу вас вспомнить это самое видео и понять, что вы расстраиваетесь по сущим пустякам. Огромной вам всем удачи, спокойной ночи, а возможно кому-то уже и доброго утра. И пока.